Да, значит, ну давайте вот что. Путин, когда он говорит о том, что они грохнут кого-нибудь, он знает? Слушайте, это было бы чересчур. Мне кажется. А почему чересчур? Не знаю, если бы я была бы информирована, например, в таких делах... Во-первых, не чересчур, потому что Путину докладывает Бортников, ему докладывает Ругалиев, ему докладывают, докладывают, докладывают. Ему все докладывают. Путин. Послушайте, ну если ему докладывают, и кто-то что-то знает, значит, надо охранять этих людей. Может быть, он охраняет негласно. Может быть, он негласно охраняет. Можно об этом тогда говорить? Почему говорить? Почему говорить? Зачем пугать человека? А вдруг за ним скользит чья-то тень? А вдруг за ним скользят какие-то, наоборот, правильные, хорошие охранники? И ждут покушения? Нет. Наоборот. Нет, проводятся следственные мероприятия и так далее. Послушайте, давайте поговорим об этом. Путин знает что-то или нет? 7-8-80-7-0. Путин, внимание, вы, конечно, осведомлены о том, что Владимир Владимирович вчера встречался с кем? С разными очень людьми. Он встречался вот на ярмарке меда там в Манеже. И совсем много людей, как будто было, я смотрю по фотографиям. И он сказал, что вот что будет. Секундочку. Это скрытая вопрос. Нет, вот. Точно вам это говорю. А, методика, методика. Методика, значит, они уже 10 лет как пытаются ее применить, прежде всего те, кто за границей сидит. То есть люди, которые сидят за границей. Я полагаю, Путин указывает на Невзлина и Березовского. Точно вам это говорю. Мне это известно. Даже ищут, то есть те, кто за границей сидят, вероятно, Невзлина и Березовского, ищут так называемую сакральную жертву из числа каких-нибудь заметных людей. Сами грохнут, извините, а потом будут власть обвинять. У нас 69,1% считают, что нет такого человека, который всколыхнет нацию. Нет такого человека, который поколеблет или свергнет власть своей трагической гибелью. Такого человека просто не существует. Нет, не существует. Существуют люди, которые подвигнут нас к эмиграции, но нет людей, которые бы привели к взятию Кремля. Путин, когда говорит об этом, он знает... Ой, черт, простите, сейчас я снова добавлю голосование, я его начал, да и закончил сразу. Он знает 916-55-81 и тогда, вероятно, охраняет этого человека. Нет, это просто, к слову, пришлось как метод 916-55-82. Он знает 916-55-81 и тогда, вероятно, охраняет этого человека от злодейских помыслов. Но как-то негласно, вероятно. А может быть и гласно. Просто договоренности есть, что в публичной сфере... А в публичной сфере не надо светить. Нет, нет, это к слову пришлось. То есть, 916-55-82, это просто Путин говорил о методах. И в том числе, к слову, пришлось упомянуть и такой метод. Давайте попробуем проголосовать, через минуту скажу вам результат. Сами грохнут, извините, а потом будут власть обвинять, говорит Путин. На встрече со своими доверенными лицами, политологами, ну и там много кто еще был. Значит, он знает, о чем говорит. Он знает о конкретном затеянном каком-то злодеянии и, вероятно, охраняет гласно, негласно, не знаю, по договоренности с этим человеком, которого должны убить, может быть. А или негласно, или неизвестно, это даже ему. Как-то за ним скользят какие-то тени, специальные охранительные тени. 32% думают, что Путин знает о готовящемся убийстве. 68% считают, что к слову пришлось. Пришлось к слову. А? Ну, видите как, большинство, значит, считает, что... 68% просто к слову пришло. Ну вот я тоже вместе с большинством. С большинством, да? Да, да, да. 788-1070. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что такую операцию можно спланировать. И найти такого человека вокруг скалавства, не более того. Почему такого человека? Я, я... Переиспользуйтесь меня. Я, во-первых, считаю, что его не существует, во-первых. А он не должен существовать вот сейчас, как явная личность. Его можно создать. Ну как? 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 Как хвост виляет собакой? Колеблющего человека с помощью денег, какого-то эмоционального воздействия, подтолкнуть на свою общественную реализацию. Поясните, пожалуйста. Простите, я не очень понимаю. Создать общественную фигуру, а потом ее... Все это сделать за последние 2-3 дня, что ли? Конечно. А как это? Нет, за 2-3 дня, конечно, это тяжело. Нет, не проводишься. Может быть, уже это делают. Ну скажите, но вы видите в России хоть одного человека, из-за которого толпа предпримет штурм? Вы знаете, я представляю, такого человека можно создать сейчас из полуфигуры, из полуявных, полусильных, каких-то близких к движению какому-то. Его можно просто вот сейчас вдруг высветить и организовать его подъем, и на этом подъеме совершить такое... Мне бы очень хотелось, чтобы 30-й позвонил. 30-й, вы, Даниэль Ферри, его в 62-м, по-моему, убили. Не в 60-м, Даниэля Ферри убили в 62-м, притом нацисты, французские нацисты, ультраправые. Вы... Так, а если пятерых известных убить, пишет 95-й. Даниэль Ферри был убит в 62-м, притом нацистами, или я не точно вспоминаю? Или я не точно вспоминаю? То есть, может быть, фигура... Может быть, фигура... Это газетчик, он продавец газет был, Даниэль Ферри, и это вызвало абсолютно серьезный всплеск. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А вот Сверидов-то собрал, говорит, 68-й. Нет, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я думаю, что это не будет, как бы, фигура, потому что, если вы помните, в 2004-м году был вариант с Рыбкиным, который, как бы, был очень неудачный. Ой, я помню, послушайте, настолько трогательный, когда он говорил, как он оставил деньги, фрукты, повесил пиджак на спинку стула и уехал в Киев. Да, потому его долго искали. А в 99-м году это были там взрывы домов. Сейчас такой вариант не пройдет. Поэтому, скорее всего, это будет, если это потребуется, в зависимости от агрессивности толпы, оппозиции, то это будет какой-нибудь небольшой взрыв, допустим, где-нибудь там, ну, пусть у избиркома, как покушение на Аля Чурова, погибнет, ну, там, один из членов избиркома, там, несколько ОМОНовцев, защищавших, как бы, это здание. И тогда героями станут, их наградят, их, там, похоронят с почестью. А это будет как раз вызовом для власти, как наезд на оппозицию. И тогда, как бы, найдут, там, те, кто закладывал эту бомбу, каких-нибудь, там, чеченских террористов. Найдут Березовского, который все это проплатил. Ну, и это будет, как возможный, вот, вариант власти всплотиться, проявить себя и начать активные действия против оппозиции. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, 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 так, ну, так, ну, так, ну, так. Я почти... Нет, я за этим не вижу больших народных волнений, опять же. Я не вижу тоже никаких таких народных, все, все, понимаешь, не вижу. Нет, это все не очень похоже на народные восстания. Какая-то попытка мобилизации властных элит, может быть, но и то вряд ли. Ой, вряд ли. Властные элиты сегодня представляют собой вполне себе разрозненные экономические кланы, которые воюют, собственно, увлеченно воюют за деньги. Они не готовы, мне кажется. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А я предлагаю на эту ситуацию чуть по-другому смотреть. Давайте. А если Путин ведет диалог вовсе не с теми, о ком мы думаем, и говорит, что, ребят, вот вы, может быть, что-то, может быть, с зарубежными какими-то там спецслужбами и разведками. Говорит, ребят, вот вы тут что-то планируете. А я знаю. А мы сидим. А мы знаем. Да, да, да. Мы уже знаем. Ну, вот, позвольте, ваше первое предположение о том, что Путин вообще адресуется к незримым адресатам, точно подтверждается. Он, конечно, говорит с зарубежными. Он же говорит, он указывает. И больше того, он на зарубежных указывает представителей оппозиции и критиков. И если мы с вами перечислим, то это, может быть, английская разведка, американские какие-нибудь разведслужбы, а также, безусловно, оппоненты Путина, с которыми он всегда незримо беседует, это Березовский и Леня Невзгин, конечно. Но мы же помним историю с Литвиненко, такую мутную достаточно. То есть, он им говорит, ребят, вот вы планируете, а я знаю про это. Да, 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 как-то так. Как-то так. То есть, сидите лучше и не высовывайтесь, а то же, видите, мы же не можем. То есть, это предупреждение Невзгинова-Березовскому, что вы, братцы, вот сидите тихо. Но как это на них подействует, раз уж мы стали рассматривать контексты? Как на них подействуют, тут у меня недостаточной информации. Вот смотрите, если они, да, планируют, если они, да, планируют, то они еще интенсивнее начнут планировать. А если они не планируют, они расхохочутся, да и все. А если они планируют что-то, но мы, так сказать, ну... Дело в том, что... А как вас зовут? Простите, я... Петр. Петр, смотрите. В современной России, в современной России, прочтение текстов больше не означает контента текстов. Вот вы понимаете это или нет? Вот я, если бы вы, Петр, нет, Петр, вы бы если бы видели, что у меня идет на СМС, значит, смотрите, у меня на СМС типа идет такая вещь, ты певец Путина, ты продался Пу, постоянно, через слово, ты продался Пу, сейчас я вам найду, значит, ты дрянь там и прочее, то есть постоянно, да, что бы я ни сказал при том, это не имеет значения, что я говорю. А другие пишут, что свалишь к своему березе, сейчас еще... Ну вот я так пробегаю глазами, я их не особенно читаю, понимаете? То есть, условно говоря, в современной России поляризация сознания и страсть, страсть, именно страсть, настолько сильны, Петр, что любой ваш текст звучит тише контекста, понимаете, да? Что бы вы ни сказали. Ну, не для всех, Сергей, не для всех. Как? Ну, совсем крошечная. Мы же все-таки разумные, образованные люди. Их почти нет. Мы стараемся там, как говорил Конфуций, да, видеть еще четыре угла. Нет, почти нет, почти нет, почти это неправда, потому что, вот я вам и скажу, Петр, к сожалению, даже образованные люди, русская образованная интеллигенция, интеллектуальный класс, весьма страстные люди, страстные. Поэтому, если ты, значит, вот для одних, если ты не кричишь каждый день, что дозрастует Путин, ты абсолютное говно, а если ты, значит, не в белой ленточке для других, то ты просто продажная скотина. Не красного тянется, поэтому можешь динить, но гражданином быть обязан. Значит, в любом случае ты должен, сегодня, сегодня есть две партии, и сегодня есть две партии, на самом деле, обе путинские, одна ненавистников, другая любителей Путина, да, вот эти две партии. Любой текст, который ты говоришь, все равно какой, вот ты говоришь, солнечно, тебе говорят, скотина продался Путину, ты говоришь, солнечно, солнечно, тебе береза проплатил. То есть, реально, реально люди лишены больше интеллекта, больше нет, это очень важно, интеллекта больше нет. Поэтому, если сейчас грохнуть кого-то, одна партия скажет, грохнул Путин, другая скажет, грохнул береза или американцы, понятно, да? То есть, вне зависимости, доказательства больше не... Ну, а дальше-то что начнется? А ничего не начнется? А доказательства никому не нужны? Доказательства никому не нужны, да. Безусловно, да. А современная Россия состоит из людей страстных, которым не нужны доказательства, что бы ни произошло, для одних это сделал Путин, для других американцы или береза, ну, не важно, да? Значит, и все, и все. Ну, собственно, Путин, может быть, к ним и обращается, говорит, ребят, вот, так сказать... А толку-то, а толку-то, например, слушайте, например, я американец, например, даже затеявший гнусное преступление. Когда Путин ко мне обращается, я-то понимаю, что если я сейчас действительно кого-то грохну, то все равно спишут на Путина. Чего непонятного-то? То есть, мои все равно за меня. Мои за меня. А путинские за Путина. Это очевидная вещь. Ну, нам бы... Тут, безусловно, так все, но нам бы, так сказать, вот... Вот только провокаций бы нам еще не хватало такого рода, потому что начнется же срач. Ну, начнется. Ну, он же и идет, в головах-то он идет. Спасибо, Петр, извините, просто время. Слушайте, значит, существо современной России заключается в следующем. Неважно, что произойдет, например, взорвут ядерный реактор, да? Неважно, что произойдет. Да. В любом случае, люди партийные, а их стало, например, в Москве большинство, большинство людей партийные. Партийные в смысле партии, в смысле партии, в смысле партии, в смысле партии, в убежденности, да. Убежденные. Привили для себя внутреннее решение, что оно было там. Значит, в любом случае, люди антипутинские мыслящие заявят, что реактор взорвал Путин. Очевидно. А люди пропутинские мыслящие заявят, что реактор взорвали Америкосы, или Береза, или Леня Невзлин, или еще кто-то. Понятно, да? Да, да, да. Значит, ввиду очевидности этого, никакие доказательства никому не нужны. А и тогда, значит, Путин говорит со своими. Черт, любое действие становится бесполезным, бессмысленным, вот в этой обстановке. Действие становится, и с другой стороны, и важных, и во-вторых, и важных, любое действие становится катализатором новых страстей. То есть оно бесполезно с точки зрения переубеждения, и поэтому адресоваться Путин может только к своим, потому что каждое его слово к чужим не будет услышано. Оно не услышано. Оно вызывает ненависть. Все, что Путин скажет чужим, чужой партии, вызывает ненависть, всплеск ненависти. А все, что он скажет своей партии, вызывает всплеск любви. Соответственно, безразлично, безразлично сейчас, что происходит. Это что-то, что бы ни произошло, убийство, неважно, взрыв. Это что-то будет катализировать разногласия. Так оно усилит просто разногласия, значит приведет к конфликту. Конечно, конечно. Все, уже 53 минуты, мы звоним на бирже.